Хорошо. У нас остались здесь вопросы к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики куратора и лечить для Юлии. Да, есть. Снимаются маски и голограммы. Фантом представил перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и лечить для Юлии. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас в этом чудесном месте. Можете обращаться, Эл. Эл. Приветствуем вас, уважаемый Эл, бакуратор или учитель Юлии. Я друг. Друг. Значит, мы имеем дело с ангельским миром. Я приветствую представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Уважаемый Эл, мы проводили недавно чистку вашей подопечной. Сегодня мы проводили проверку. И у Юлии возникли вопросы, которые она хотела задать своему куратору, своему другу. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Конечно, именно для этого я здесь. Первый вопрос. Мы уже на него ответили. Кто я и из какой цивилизации? Ты ангельская душа, имеющая ангельские энергии внутри тебя. Твой стержень состоит из энергии и вибраций с ангельских миров, миров и уровней. Да, я закончу. Благодарю вас. Насчет уровней это второй вопрос. Какой уровень моего высшего я и в случае ангельской души ангельский уровень? Уровень 10 и тот и тот. Благодарю вас, уважаемый Эл. Идем дальше. Вы знаете, на Земле мы очень любопытные, поэтому простите следующий вопрос. Сколько лет моей душе? Текучесть времени совершенно разная. Поэтому ответить на этот вопрос будет немного сложно. В ангельских мирах это тысячи лет. В сравнении с земным жизненным циклом это 29 тысяч лет. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Эл. Я для себя тоже новое сегодня узнал насчет текучести времени. Я знал, что есть линеарное время, есть цикличное время. Но я полагаю, в каждом мире свое идет измерение. Если такой большой разброс от нескольких тысяч лет до 29 тысяч лет. Я благодарю вас. Вопросов больше никаких нет. Можем идти дальше? Можем. Четвертый вопрос. Сколько воплощений у меня было на планете Земля? Двенадцать. Двенадцать воплощений. Тринадцать. Тринадцать. Прошу прощения, Вера, я тебя слабо слышу. Или чуть громче, если микрофон поближе. Пятый вопрос. Какая задача моей души? Интересный вопрос. Как на него ответить? Наверное, по-земному. Раз ангельская душа проходит свой путь на Земле, то и мой ответ будет с учетом земных вибраций. Ангельская душа, как твоя, приходит на Землю нести ангельские энергии и вибрации, распространяя вокруг себя, распространяя доброту и милосердие. В твоем случае твоя задача не забывать о том, откуда ты. И именно так делать свои шаги. С добротом, добротой и милосердием. В первую очередь думать об этом. Защищать себя и быть терпеливой к окружающим, неся свои прекрасные энергии и вибрации. Это мой ответ. Благодарю за эти слова. Шестой вопрос. В каких направлениях мне стоит развиваться? Творчество. Логика. В одном из этих направлений. Слушай свою душу. Она приведет к тебе к тому, куда она зовет. Туда, куда шепчет твое сердце. Шепот сердца очень важен. Иногда душа кричит, но ее забивают дальний угол до каких-то там времен. Так происходит со многими человеками на Земле. Но в твоем случае слушать душу очень важно. Именно слушая душу и поступая по душе, ты сохраняешь свою гармонию и баланс. Идя против души, твой баланс нарушается и нарушается энергия и вибрация вокруг тебя. Именно поэтому гармония внутри очень важна. Так, находясь в гармонии, шепот сердца более слышен и понятен. Благодарю. Вы несколько раз затронули тему диалога с душой. И это, мне кажется, ключевая фраза из всего, что сейчас вы сказали. Благодаря этому диалогу с душой она и услышала. Куратора, который достучался до нее, своего друга, услышала вас. Значит, у нее это получается. Да, потому что присутствует чистота души. Благодарю вас, уважаемый Эл, за это разъяснение. Я это спрашиваю не из любопытства, а для Анастасии. Идем дальше. Восьмой вопрос. Звучит так. Какая связь с моим мужем у меня? Мне непонятен вопрос. Пожалуйста, объясните. Была ли какая-то кармическая связь? Встречались ли они когда-то ранее в прошлых жизнях? Я полагаю, такой был ее смысл этого вопроса. Несомненно, две души договорились перед воплощением на Землю. Но встречались ли они раньше? Ты предлагаешь мне просмотреть все 13 жизней? Нет, я не предлагаю. Я просто спросил вслух. Благодарю вас, уважаемый Эл. Оставим этот вопрос так, как вы на него ответили. Вы куратор этой души. Вам знать лучше. Я не могу ответить конкретно на этот вопрос, потому что это связь двух душ. И только они знают, встречались они или нет. Это чувствуешь. Только так можно понять, встречались или нет. Кто кому приходился в прошлой жизни. Да, конечно, можно просмотреть. Но это будет очень легко. Первое, что я посоветовал бы, послушать свою душу. А раз возник такой вопрос, значит, скорее всего, ответ дам. Благодарю вас за этот дипломатичный, очень красивый ответ, уважаемый Эл. Я перехожу к следующему вопросу. Он вам понравится. Как установить диалог с моим куратором? Это очень легко, легче, чем ты думаешь. Скажу больше. Диалог уже установлен. Именно поэтому произошла эта встреча. Я тебя прекрасно слышу. Ну вот тебе нужно постараться прочувствовать, во-первых, свои энергии. Понять свой ангельский стержень и вибрации. Внутри тебя успокоиться и задать вопрос. Простой, требующий ответ «да» или «нет» для начала. А также интуитивно получать информацию вокруг себя. Информации много. И я подаю много знаков. Какие-то ты видишь, какие-то нет. Потому что физическая жизнь, я имею в виду на физическом плане, занимает много времени. Но если есть в душе спокойствие и гармония, ты можешь балансировать между духовным и физическим. Я ответил на этот вопрос. Благодарю вас, уважаемый Эл. Последний, десятый вопрос. Что мне еще нужно знать, о чем я не спросила? Это прекрасный вопрос. Потому что я хочу рассказать, что у ангелов есть крылья. И, несомненно, у тебя есть твои крылья, которые пора расправить. Эти крылья дают тебе огромную силу, легкость и защиту. Как тебя, так и твоих окружающих. Не забывай про свои крылышки и визуально представляй, как они обрамляют тебя, закрывая и защищая от внешнего мира, создавая гармонию внутри. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Эл. Вопроса больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее ангельский стержень, это был бы самый лучший момент. Ангельский стержень активирован с первого вопроса. Благодарю вас. Тогда остался маленький нюанс, о котором, возможно, вы еще не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Элла, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своей подопечной, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Встреча действительно замечательная, так же, как и ваш подарок. И поэтому я бы хотел добавить по последнему вопросу и объяснить, как выглядит стержень из ангельских энергий. Пожалуйста. Это свет, яркий свет, вибрирующий от вибраций, получаемых с ангельских миров. И твоя задача — научиться визуализировать и чувствовать этот приятный свет, который имеет, конечно же, разную структуру. От легкой, рассыпчатой до твердой и волевой. Твой внутренний дух, настрой и настроение определяют яркость этого света. Если это какое-то решение, где нужна сила воли, стержень укрепляется. Если это радость и счастье, свет рассыпается за пределы твоих тонких тел, неся ангельские вибрации вокруг тебя. Ты можешь легко управлять своими ангельскими энергиями. Здесь очень важна визуализация. Со временем ты не только визуализируешь, но и будешь чувствовать, как эти вибрации наполняют тебя. А теперь благодарю вас за эту встречу и прекрасный подарок. Благодарим вас, уважаемый Эл. Мы не прощаемся, потому что это вторая наша добрая традиция. Возможно, на каком-то этапе Юля захочет познакомиться со своим высшим Я. В этом случае мы всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на уровень высшего Я. Если такой момент наступит, мы обязательно с вами еще увидимся. Передавайте, пожалуйста, привет на этом месте от нас с верой ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые стоят у них на пути, открыть двери, в которые они дальше пойдут уже сами. А вот это прекрасно. То, что ты сейчас сказал, имеет смысл. И я объясню, какой. Когда мы не прощаемся и не здороваемся, мы остаемся в постоянной связи. Именно. В постоянном потоке. Если же мы прощаемся, значит, мы отключаемся от этого потока, от этой связи. Не прощаясь, мы остаемся на связи. Благодарю. Благодарю я вас, Эл. Очень было приятно с вами общаться. Всего вам наилучшего. До скорой встречи. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Юлия, мы закончили встречу с вашим куратором Эл. Элом. Ангелом Элом. Вашим другом. У ангелов называется друг. У всех остальных называется куратор. И вообще-то только ангелов называют ангел-хранитель, но они сами называют себя друзьями. Вот такая вот ситуация. Как вы сейчас себя чувствуете? Получили вы ответы на все свои вопросы? Это действительно великолепная встреча. Да, хотелось бы больше расширенных ответов, но очень много, что мне нужно, над чем мне нужно подумать и, может быть, спросить какие-то вопросы, которые требуют глубоких ответов. Благодарю вас за это. Сделайте сначала вывод из этого сеанса, прослушайте все ответы, потому что это очень глубокие ответы. Вы должны не просто их прочувствовать, но и визуализировать, представить себе. Вы сразу поймете, о чем идет речь. Это очень легко. На самом деле все у вас получится. Главное, не останавливайтесь, идите дальше, в сторону света. И еще один совет от меня. Куратор вам сказал о крыльях, о защите и так далее. Вы просто смыкаете крылья перед собой в ситуации, когда вам нужно защититься. Я именно так это и увидела. Хорошо. Теперь вы знаете, но я это озвучил для вашей копии на земле. Я также поняла, что можно защитить ребенка таким путем. Вы закрываете ребенка своими крыльями. И тем самым вы берете... Благодарю за подсказку. Под свою защиту точно так же вы крыльями можете выставлять вокруг него его защиту, которая ему идет, если он идет куда-то в детский сад или в школу, выставляете ему защиту своими ангельскими энергиями. При этом визуализируйте ребенка, как этот купол вокруг него из этих ангельских энергий становится. И он отталкивает, дайте ему установку этому куполу, чтобы он отталкивал весь негатив, который летит в сторону ребенка. Все. Больше вам ничего делать не надо. Только сила вашего намерения. Сейчас мы будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, ну вот, ушла простым человеком, а вернулась ангелом. Трудно поспорить, так и есть. Готово. Во всяком случае, вы не сможете жить по-другому после того, что вы сегодня узнали. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok